здравствуйте друзья сегодня у нас в рубрике хозяйки на заметку мы кое-что сделаем такое что вам было заметно а то что вот вы видите клубнику а вы только не чувствуете запах шли запах только я чувствую здесь над ней склонился это мы сегодня со светланы на поле набрали как вот знаете как дачником положено поэтому мы сейчас переключаемся на все остальное что сегодня будет у нас друзья майя который держит ложку в руках лица вы ее не видите пока это секретный человек значит что мы делаем мы делаем французское блюдо называется кули кули делается из мороженых фруктов можно делать из свежих можно делать из мороженых но смотреть его надо когда она готова но мы же процесс еще хотим тоже показать значит итак берем пакет замороженных фруктов добавляем немножко воды потом сахар по вкусу мы будем пробовать но прямо сахар или заменитель можно можно заменитель можно чтобы а может и ничего не подсластить короче не так и дальше мы это перемешиваем но не давим нет не давим и потом добавляем немножко крахмала разведенного водой это крахмал друзья это кукурузный крахмал изучайте английский значит крахмал кукурузный вид у него как у отечественного известного всем так дальше что потом добавляем смешиваем смешиваем его с немножечко воды добавляем ягоды перемешиваем доводим до кипения и в холодильник это типа киселя что ли с крахмалом вообще похоже только совершенно другая будет консистент ну посмотрим потом в холодильник чтобы он застыл а потом им очень хорошо делать таппинг на мусс на творог таппинг это его наверх намазать значит на мусс на творог на слова топ сверху таппинг но кому кому нравится как например мне так можно просто ложки ложки друзья лор по-пролетарски вот в этой красной мисочке лежит начинка для будущих пирожков и те из вас друзья кто знает назначение этого предмета догадываются что будет тесто правильно это же как ружье который висит на стене должно стрельнуть иначе зачем было вешать вот значит будет тесто будет начинка что за начинка моя вот я вижу кусочки риса так сваренный по индийскому рецепту рис которому я могу научить рис варится ровно 12 минут и секрет совершенно потрясающий в том что каждая рисинка будет отдельно я не все равно какой рис или это важно в принципе лучше язмин райс язмин это такой удлиненный и про его рецепт я расскажу отдельно но вся начинка состоит из того что смешивается рис тертая морковка жареный лук обжаренные на копченых хвостах хвостах копченых чего я понял то есть бекон да только именно копченые копченые именно хвосты там мясо много вот в общем вы вы поняли друзья вы поняли друзья что это зеленый лук добавляется приправа по вкусу все перемешивается и получается начиночка и яйцо забыла яйцо полностью там много яиц совершенно очевидно что начинка хорошая ничего плохого туда не положили а чесночку то может нет 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 дело в том что родилось это совершенно спонтанно у меня в гостях был друг из венгрии который не ест чеснок знаем знаем друга да который не ест чеснок не ест масло и не ест сметану какой смысл жить в венгрии не есть чеснок вот я не понимаю это же венгрии основная еда в общем короче от него и пошло да и вот это родилось от моей фирменной вы видите друзья владимира который низ не секретный это жена у него секретная он открывает тесто те из нас кто увидел бы эти баночки при большевиках удивились бы и сказали что это исключительным цинизмом а пошлина но вот сейчас так продают тесто вот она у вас смотрите как она раз 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 просто чтобы крышечку снять вот она так со звуком таким бах можно сказать пневматическим таким зацепиться зацепиться главное зацепиться в каждом деле надо очень важно зацепиться вот зацепилась пошли отдирать бумажечку вот она вот этот звук вот этот звук вот он а там тесто а что четыре баночки это на какое количество пирожков друзья на 4 человек а на 4 это хорошо каждому человеку по по баночке еще раз слушаем вот этот звук вот он слушаем цепляет а там есть специально зацепляться откратненько это было проще чем могло показаться там было зацепляться вы видите нельзя что было место где уже слушаем слушаем звук вот он вот вы видели зашат баночки открывались с разной степенью мучительности но в итоге мы все откроем цинизмом вы видите друзья как в мире чистогана поступают с тестом она сразу колечками сразу не колечками а что это по твоим квадратики если надо некое колечко это когда внутри вырезана бокс но хорошо блюдечками как лепешки лепешки вот друзья вот она простое русское слово лепешки лы значит вот эти лепешки лыз значит они тут у нас что вы я не понял вы чего и все вместе то сюда не то что раскатывать потому что мы их случайно заморозили раскатывать вы тут не собираетесь не так у нас нет в смысле есть чем но нету муки а можно без муки пирожки делать можно просто они будут не такие тоненькие но такие же вкусные не то что вот функция муки просто чтобы не прилипало просто можно не прилипало просто чтобы не прилипало сюда мука в принципе мы немножко подморозили тесто и надо что в микроволновку или что не просто 10 минут что оно само полежит чтобы она таяла чтобы тепленько вот так друзья вот так я хочу особое внимание мужчин обратить они редко делают пирожки поэтому вот так друзья тесто нарезанное и не слипшись вот ребятах почему она не слипается одновременно так сделано вот потому что она слипается его надо водой конечки потому что проклятые буржуины придумали что может быть это все ненастоящее может быть это джемо неорганическое какое-то очень вредно можно покупать органическое тесто зависит от от органа от органа и от желания если вы на свет можно так раскатывать без проблем так что мука вообще не нужна лишний ингредиент да только толстые сразу много раскладывает я сразу так и сделаю буду раскатываю кипит наш разум возмущенный вспоминаю я но здесь из песни значит здесь кипит нечто другое это ягоды кипят в той самой воде до которые тут добавили это их не сок это их натуральный что это вот беленько а сейчас это крахмал разведенный с водой то есть это изощренная форма добавления крахмала его разбавляют и потом туда никто не сыпет порошок друзья если вы думаете что крахмал порошком сыпет нет сейчас мы его доводим до кипения и в холодильник это типа киселек но только более густой концентрации по-французски называется кулис и освоили мы эту технологию на кукинг класс французского обеда то есть вот просто ходишь на класс и там тебе все расскажут но это не французы ведут может быть настоящий мексиканский нет она французом она нас готовила французский кукинг класс это очень интересно что мы наблюдаем как мая делает пирожок я думаю что многие хозяйки глядя на это с той стороны атлантического океана и тихого тоже у нас тут с той стороны тихого тоже есть много хозяев и они скажут а чем же собственно отличается пирожок американский от того что мая делала бы где из минска мая из минска ничем в минске так же делал то есть тесто сама крутила как крутил ну тесто сама делала а так все то же самое даже крутит у виска там пальцем как ну да тесто она вроде как делается серьезно и водичкой водичкой вот этот стакан с водой чистая вода друзья это не водка нет нет я могу даже вот хлопнуть хотя скотчен водку может хлопнуть в общем нет нет это все в нас сейчас себе они думают значит многие наши зрители думают что какой-то подвох они пытаются разоблачить подвох но вот другие пытаются увидеть в том что мы показываем какую-то попытку подорвать политическую систему той или иной страны страна уже там на выбор может быть любая абсолютно вот я бы сказала что главное это фан что пирожки лепить можно на паре с друзьями вот ты вот это говоришь от чистого сердца а ведь это и есть подрыв политической системы вот скажи про фан фан это и на следующем месте идет после долга вот например света сейчас повернется вовчик можешь меня пожалуйста дюйм с этой стороны можешь можешь этим могут заниматься вся семья а то есть и дети и лепил да и это фан вот это самый большой фан да ну вовчик давай не 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 женская это дело когда через да а сейчас мы берем и раскатываем еще так а хорошо раскатывается кстати раскатывается они не прилипают к этой скалке абсолютно вот пожалуйста так мы делаем а вот у вас белоруссии когда вы жили была тоже скалка такая как-то вы иначе это делали бутылка называлась такая же скалка называлась бутылка что же вы такие бедные были шанс деревяшки круглой не было деревяшка наверно было но никому не приходило и есть а может и было не помню но раскатывали бутылки было как бы естественно может и была я уже не помните светло ветер спрашивают что привести вот с родины скалку себе привезите и привезите ножик которым открывают консервы такой же дал по нему кулаком он туда вскочил в банку так вот этих а а мне привозят постоянно а я такой не видела вот вот покажи светлана вот этот ножик вот это это то что никогда не даст вам чесночок вот эти предметы друзья не дадут ностальгии произвести коррозии вашей души как сказал красиво и опять же самое главное что этим можно заниматься на любых корпоративах чем не корпоратив а вот поставить всех вокруг стола делать всем раскатанное тесто а потом сделать конвейер один раскатывает другой кладет внутренности третий лепит четвертой водой поливая вот как организатор как организатор вот этих корпоративов вот скажи мне есть такая я просто как бы загадку такую заказываю чем отличается хороший человек на корпоративе от плохого интересный вопрос хороший человек он поговорить поговорить и выпьет вот я хотел сказать это зависит от того сколько выпил а если вообще не пью если вы хорошим человеком там не по хороших людей там много да мы знаем что ну почти готова а севая потому что то есть скоро будет еще лучше и еще лучше может через пару минут друзья светлана ничтоже сумнящийся вынимает это дело поддончик ойди какие они загореленькие какие они симпатичненькие неужели вот друзья вы так можете спокойно посмотреть я думаю ну вот спокойно можете смотреть а мы сейчас съедим по пирожку горячие хорошие пирожки каким образом к этому светик относится все то вот что мы с фруктами делали пока никак нету пирожок макать в тот кисель нету ладно ждем дальше друзья не успел я упомянуть как вот она из холодильнички то вышла кастрюлька а в ней вот этот киселек он же топинг вы же знаете что это значит ой пахнет 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 я вот тогда сейчас друзья эти понюхаю слове вместе дать ну как хорошо пахнет господи вы думаете ну так что же так подавите ну и и у нас еще не на что поливать это будет дезерт это можно на творог на мусс хорошо на печенье печенье это неплохо для диабетика что ну да а поливать на что будем для диабетика до на диабетические на творог на творог хорошо на творог сейчас я думаю а можно просто палец за раз облизал раз облизал это кушает с чем с бригелом с бригел может быть с блинами по-русски с блинами еще знаете что вот так взять блин блин вот вот этим проложить и рядом и рядом рядом вдоль этого сметанки да вдоль сметанку нет ну хорошо так само ну хорошо вообще без этого просто сметанкой в общем неплохо неплохо друзья тоже оригинально применение в рюмашечку цвета на пробует налили похоже на тепленький киселек нашей фруктовый я говорил киселек я говорил киселек налили мы этого всего и собственно друзья я думаю что мы на этом с вами прощаемся процесс употребления вам не интересен а в общем-то готовка закончилась счастливо